Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Может ли человек сам определить для себя меру поста? Может, конечно, в соответствии с какими-то свидетельствами совести, зная устав, понимая, что выполнить его в совершенной полноте не только трудно, но и не рекомендуется. Сформулирован этот устав в древних восточных монастырях, палестинских, сирийских, египетских, и не все и не буквально приложимо к нашей с вами современной российской действительности. Но при этом общий порядок, максимальное ограничение о всяком разнообразии и качестве пищи соблюдаться должен. Опытные советуют сначала сократить для начинающих разжигающую пищу, потом уточняющую, потом ласкающую вкус, ну и уже оставаться самой простой и такой невызывающей пристрастия пищи, питании, которая будет и соответствовать максимально времени плача о своих грехах, времени покаяния, времени ощущения, осознания себя блудным сыном, возвращающимся к своему отцу, промотавший его имение дарованное. И в этих слезах покаяния неуместно, конечно же, всякое разнообразие и пиршеств, которые часто нужны нам как поддержка и утешение по ходу земной жизни. Но все-таки предполагаем эту рассудительность уже у тех, кто все-таки от года к году, не пропуская больших постов, сообразовывается с опытом и советом тех, кто являются наставниками в церкви и постепенно приходит и собственный навык того, что себе позволяется ради поддержания сил, а то, что себе и запрещается. Но при этом, конечно же, для всех новоначальных, к которым мы себя смело и не напрасно относим, хорошо спросить совета опытного духовника своего батюшки, что считать для себя допустимым, а что нет. Потому что для некоторых людей, не сохранивших здоровье в полноте, бывает и ограничение только в мясном, уже неплохое поприще великопостное, тогда как необходим для костей творог, для желудка молоко. В этом случае подобные употребления пищи как лекарства не будут восприниматься как нарушение поста. А для кого-то некоторое облегчение в постной пище добавлением рыбного также не является криминалом или чем-то разорительным для получения Божьей благодати, поскольку мы живем не в регионе Средиземноморья, где обилие черепокожих или хордовых восполняет недостаток йода, недостаток рыбы, вот этими самыми морепродуктами. Некоторые, конечно, уж научились добывать себе и креветок своими габаритами, напоминающие хорошую сардельку, да и по вкусу не хуже ее, гораздо лучше. И знают места и способы вскрытия даров моря, таинственных устриц. И таким образом, конечно же, сохраняясь в канонических правилах, строгих правилах Великого Поста, не едят рыбное, как требует того устав. Но для людей, которым эти изыски бывают недоступны, конечно, а кто нуждается как учащийся, как труждающийся на разных иногда и физических работах, облегчение поста в виде принятия рыбной пищи не является выпадением из поста, потому что рыбная пища во все времена считалась и считается постной. Но только это не признак строгого поста, а не строгого. Так что не всем бывает по силам поститься, но поститься строго. А вот кто-то и законно может надеяться или иметь позволение на это снисхождение, некоторое облегчение поста. Люди любят сейчас знакомиться во всей подробности с этими монашескими уставами, в которой часто в одни Великого Поста предусматривается сыроедение. Это не едение сыра, а принятие пищи неваренной. В наше время это почти невозможно. Это путь к нарушению каких-то процессов в желудке, привыкшим к супчикам нашим отечественным. Что там греха таить в нашем русском Пантелимном монастыре на Афоне? Единственные обители и постом, и вне поста подают суп. Таковы уж свойства нашего организма, наших чад русской православной церкви, все-таки питаться таким видом пищи. И это суп бывает, конечно же, постненький. Некоторые всерьез относятся к разрешению или запрещению растительного масла. Но в нашей современной реальности также, я думаю, что этот вопрос, который можно решать со снисхождением на том же Афоне, пища, подаваемая без растительного масла, сопровождается подачей маслин. А те прекрасные маслины, которые изготавливают на самой горе Афон, выращивают там и после определенной обработки подают на стол, они замечательно восполняют недостаток непосредственного масла, который вливается в какие-то виды пищи, приготавливаемые на кухне. В нашей российской действительности какая-нибудь ложечка растительного масла, необходимая для поджарки, для какого-то наполнения вторых блюд или первых, я не думаю, что служит к разорению постнического подвига, а некоторым образом помогает решить вопрос относительно разнообразного и все-таки питательного стола, который также необходим Великим постом, чтобы не ослабеть в том самом подвиге молитв, трудов, от которых нас никто не освобождает Великим постом и в монастырях, и в миру. Так что рекомендую советоваться с батюшками, чтобы совесть не смущалась, а то некоторые страдают от того, что вынуждены есть хлеб из магазина, среди ингредиентов которого находят они какую-то яичную пудру или какие-то следы молока, которые разглядеть-то нельзя. Это не думаю, что правильное страдание, хлеб есть хлеб, и относиться к продуктам каким-то сложно сочиненным, если они не очевидно, они постные, можно без какого-то дополнительного натуженного исследования, в результате которого только смущение. на душе. И таким образом проще, конечно, и удобней не переоценивать значение некоторых мелочей в внешнем своем делании, ограничении по продуктам, держась в стороне от очевидно недопускаемых в Великий пост мясных молочных брашен по мере сил, по свидетельству совести, нести труды умеренного воздержания для того, чтобы достигнуть в бодрости духовной макушке года поприща страстной и светлых седмиц. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok